Слава Богу! Просто трансляция продолжается. Вечерняя молитва в нашей Киевской архиепископии. И вот я сегодня свидетельствую о том, что Бог совершил тогда в армии советской еще в 80-е годы. И свидетельствую о том, как важно молиться за врагов, молиться за гонителей наших. Потому что дьявол, он кого использует, он их в первую очередь больше всего и ненавидит. Это я точно знаю. Как Бог всемогущий, он кого использует, он больше всех их любит. И благоставляет. И есть обратная сторона медали. Дьявол, он человек и убийца от начала написано. И его хлебом не кормили, как говорится, дай убить кого-то. Я однажды общался с одним человеком на остановке в Барле. Он признался, ну уже взрослый человек, уже старше меня, значит, и я был тогда молодым еще совсем священником. И он признался мне, что он сатанист, служит сатане, и что сатана им помогает. Вот, значит, и он посвящение. Я имею посвящение, там, как бы, тоже типа священническое такое. То есть вы священник христианский, а я священник, вот, сатанинский. Вот, интересно. Ну, я, как бы, смотрю на него, вижу, что, думаю, псих, не псих, ну, вроде, как бы, нормальный человек, вроде, адекватный. Вот. А сам смотрит на меня он. Я ему сказал такие слова, тогда я помню, что дьявол вас использует сейчас, но он вас, в первую очередь, и ненавидит. А мой Бог, которым я служу, он меня любит. И он и вас любит. И он хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Примерно так я ему стал благовествовать, рассказал ему. Вот. И я вот помню выражение глаз его. Свой номер телефона по Украине. Светлана, девченко пишет, значит, Светлана, под этими видео, под всеми видео есть, там нажмите, там откроется вот эта штука, такая, как называется она. Ну, короче, под каждым видео там есть объяснение. Я сам не знаю до конца терминологии этой. Вот, но продиктую номера телефонов, которые можно использовать для пополнения счета в Украине, чтобы финансы участвовали в моем служении. Вот. И СМС-сообщение приходит, и тоже там, значит, с молитвами нужными всякими. Есть лайф-номер, 093, Смотри. Сейчас. Так. Господь да благословит. Так, сейчас. Ну, да, здесь же они вот указаны. Сейчас я из Яндекс. Пучу, вот есть. Так, 093, лайф-номер, запишите. 55, 5,5, 9,9,9,2,1. А с ТЭКСа легко запомнишь его. 0,93, 5,5, 9,9,9, 3 девятки к ряду, 2,1, 21 в конце. Вот. Или же Киевстар. Ну, Киевстар я помню так. 0,96, 96, 2, 6,6, 75. Ну, там они указаны, под этими видео. Короче, откройте это видео, и там будет информация. Вот. И знаете, друзья, значит, по поводу гонителей, я скажу, что эти люди, вот я смотрел в глаза судьи, которые читали два года назад приговор мне, понимаете ли, признавая меня виновным в распространении благой вести путем проповедования Евангелия в церковном собрании. Как-то так вот звучало формулировку у нее. Знаете ли, я вот напомню, что даже пастор лютеранской церкви, который был там, он грамотный, юридический человек, он говорит, знаете ли, вот это я как будто бы попал в книгу деяний апостолов. Такое беззаконие с одной стороны, с другой стороны восхитительно, что судья именно так вот вас осудила. Это странно даже, потому что это необычная формулировка для, ну, суда. Вот, понимаете ли, потому что там были лжесвидетели, чьи религиозные чувства как бы я оскорбил, как будто бы. Вот. Хотя эти свидетели меня в первый раз видели, но одна из них вроде бы, она была на одном собрании. Вторую. Эти женщины были тоже несчастные женщины, конечно. Женщины-гастропайтеры из Молдовы. Одна из них по-русски очень плохо говорила, почти не говорила. Поэтому даже судья уточнила, нужно ли вам переводчик. Вот. Но она сказала, видимо, заученные уже фразы, которые ей, ее научили, видимо, милиционеры или КГБшники научили этим и фразам. Потому что для человека, который русский язык почти не знает, эти фразы были слишком, как бы, так надуманные. Понимаете ли? А вторая женщина по-русски нормально, уже лучше говорила, конечно же, намного лучше. Но я смотрел тоже на этих женщин, знаете ли, видно было, что их либо выдворяют из страны, либо хотели выдворить номера телефонов России и в Украине. Либо как-то манипулировали ими, видимо, запугали этих женщин, видимо, милиционеры или чекисты. И этих женщин вынудили говорить против меня. Я посмотрел на этих женщин, мне очень жалко их стало, на самом деле, очень жалко. Потому что дьявол пытается подставить этих людей, чтобы их потом иметь моральное право, юридическое право их убить. Почему дьявол на нас, на верующих, гонителей, натравливать, определенных политических, религиозных, всяких. Чтобы иметь дозвил, разрешение на то, чтобы действовать в их жизни и их убить. Ту же самую судьбу я вспоминаю, я смотрел в глаза, она даже голосом таким, очень слабым это все зачитывала, было видно, что Бог там очень сильно присутствовал. И люди нечестивые, которые были там, там в основном были люди, не знающие Бога совершенно, вот эти люди, они это, видимо, тоже ощущали только по-своему как-то, с другой стороны. Когда Бог приходит, то верующие переживает это, это, как мы переживаем, радость, да, вот это наполнение, даже если страшно, даже если там, ну, как бы, и тревожно, даже если там, и много чего не так, то внутри этот мир, покой, радость, который, ну, этот мир не может понять. Вот, но когда Бог приходит, некоторые сердца, они ожесточаются, каменеют, некоторые, они просто в ужасе становятся, боязнь, к ним приходит, боязнь, вот там, допустим, к людям невозрожденным, особенно, когда, вот, в жизнь приходит Бог. Вот, и знаете, Чарльз Перджин еще в 19 веке говорил об этом, он сравнивал сердца человеческие, король проповедников, да, в Англии, кстати, в Англии тоже молюсь за Англию, вот, значит, король проповедников, он сравнивал это, сердца человеческие с воском и с глиной, и он говорил, что сердца человеческие похожи на воск на феноглину, вот, и в определенном температурном состоянии, как бы, ну, я так перефразирую его, значит, в прохладе такой, в темноте, в определенном температурном состоянии, и то, и другое может быть похожим на ощупь, там, по положению, вот, но когда и то, и другое выносишь на солнцепек, как бы, на жар, то разница уже огромная, воск плавится, начинает, а глина превращается в камень, и вот то же самое он говорил, что интересно, например, вот, когда из Лагоуста и Иоанна еще в 4 веке то же самое говорил, кстати, вот, что когда, значит, Бог приходит, чтобы не поразил земли проклятием, то действительно, знаете ли, есть некоторые очень важные такие действия человеческие, раскаяния, по-ебрейски тшува, тшува, это возвращение, вернуться к Богу, значит, пока он не вернулся, вернуться к Нему, вот, значит, на греческом языке это метанойя называется, метанойя, греческое слово метанойя, значит, изменение сознания, перемена мышления, это очень такое хорошее, благословенное слово, вот, и вот эта метанойя, она совершает отчуды, покаяние, исправление совершает великое чудо в жизни человеческой, вот, и Бог приходя, Он не хочет никого проклясть, Он хочет всех благословить, но из-за того, что люди, будем договорить, враждебны к Нему, закрыты от Него, камень, превращаются в камень, и чем ближе Он, ближе Господь к тебе, мы говорим, да, когда, вот, хорошая песня такая, ближе Господь к тебе, для верующих это благо, чем ближе мы, тем больше мы плавимся от Его любви, в лучах Его славы, уже нет нашей формы, знаете, как вот воск, когда он, значит, затвердевший, да, воск, ну, допустим, или там, такое среднего состояния, такого мягкого уже, он все равно имеет какую-то форму свою, но когда он уже под санцепеком, и он уже оплавился, он уже не имеет никакой формы, какую форму не придашь ему, такую он и получит впоследствии, да, вот, свечи делаем, допустим, да, если восковые, допустим, мне очень нравится воск плавить, вот, очень красивый, запах хороший, мне нравится, вот, такой медовый, такой запах, настоящий, природный воск, имею ввиду, вот, и, и знаете, значит, вот наше пахну, что тоже купить, кстати, восковые свечи, и вот, и когда мы плавимся, от Его любви, в Его присутствии, все больше и больше, то наша форма уже не важна, наша форма, вот эта внешняя, вот эта вот, наша, наша духовность, наша правильность, все это не важно совершенно вообще, это все плавится, и этот момент, когда мы можем заполнить Божью форму, которую Он нам даст, определенную, мы плавимся от Его любви, но грешники, чем ближе Бог к ним, и чем они ближе к Богу, тем они боли окаменевают, окаменевают, немеют и твердеют, поэтому гонители, я считаю, они самые несчастные люди, и Иисус, когда молился за, даже своих убийц, Он говорил Богу, в молитве, Он сказал, что люди эти не знают, что они делают, они просто не понимают, что они делают, хотя, ну я так понимаю, что эти люди, им казалось, что они понимают, что они делают, у каждого своя правда какая-то есть, безусловно, и в своих глазах человек всегда прав, вот, как бы, и даже убийцы Иисуса, даже те римские палачи, которые издевались над ним, всем полком, знаете ли, даже и они, знаете ли, я знаю, что такое издеваться полком, ну не полком, но ротой, там батальоном, вот, когда, значит, я видел, что такое, сквозь строй, когда прогоняли ребят, когда каждый бьет его, там, либо ремнем, либо чем-то еще, либо рукой, значит, и, когда пробежать надо сквозь весь строй, страшная резекуция, страшное наказание, вот, и, я видел этих людей, которые потом еле добегали, все в крови, вот, очень жесткая у нас была армия советская, ну, по крайней мере, где я служил, вот, и, так вот, и когда дьявол использует кого-то, я имею в виду, он их больше всего ненавидит, и вот в армии, в той советской, где я служил, в том полку, у нас, господи, первых полтора года, говорю, у нас был, у меня был нормальный командир, даже, я так рассуждаю, что он, может быть, даже где-то в душе, он и тайно верующий даже был, возможно, хотя коммунист, все прочее, вот, но потом пришел новый командир, новый родный командир, из блатных таких, ну, у нас многие были офицеры блатные, такие были, Московская область, вот, и у нас учились и Кантемировская дивизия, там, и Манская офицера дивизии, там, и другие дивизии, как бы, и, в общем-то, так известны курсы выстрелов, если кто офицер, значит, или служил в армии, соприкасался с этим, то те знают, имени генерала Шапоршникова, высшие офицерские курсы выстрелов, я имел честь или несчастье, даже, как и не знаю до конца, служить там, но я знаю, что Бог был со мной, даже там, вот, и последних полгода был другой офицер, очень такой, ну, ярко выраженный атеист, безбожник, да и плюс еще, имел зуб на меня начальник штаба, хотя я ничего плохого ему не сделал, но, он точил на мне зуб тогда, когда, значит, меня хотели на постоянку взять в штаб полка, вот, а он на моем личном деле прочитал, еще в инкомате кто-то написал, верующий, и все, и для него, для этого полковника, я был просто изгоем вообще, вот, значит, и он даже сказал, ну, у меня были свои уши в штабе полка, да, вот, были ребята знакомые, да, писари, они на постоянке были там писарями в штабе полка, ну, и мне там порой кое-что рассказывали, вот, что там происходит, и, вот, и мне рассказали, эти ребята, вот, вечером, значит, что вот, надо же, вот, новый как раз ротный будет у вас, вот, значит, ну, у нас, и, значит, и, когда, значит, начальник штаба с ним общался, то очень громко там, ну, там, в других кабинетах было все слышно, он говорил, что рота образцовая, говорит, которую ты берешь сейчас, тебе даем роту, рота образцовая в полку, но, говорит, там есть одна паршива овца, которая все стадо портит, все показатели мне портит, вот, самое интересное, ни разу там, не там, там нарушений никаких не было, значит, с моей стороны, значит, там все, как бы не пил, не курил, не гулял, значит, значит, поэтому-то меня штаб полка-то хотели на постоянку взять в свое время, в самом начале моей службы, но из-за того, что верующий, начальник штаба просто был в ужасе, как верующего штаб полка, нашего полка, полка обеспечения учебного процесса, при высших офицерских курсах, да вы что вы, короче, для него это было, там, как на мировой империализм, вот, который хочет разрушить нашу советскую родину, как он там все говорил, значит, и знаете, интересно очень, вот, да, и ребята эти, писали со штаба полка, сказали, что, да, вот этот, ну, начальник штаба имел в виду себя, сказал, что вот есть верующий, там, верующий, такой, Журавлев есть такой, вот, и, короче, вот этот новый командир, он, когда пришел в расположение роты, то он начал знакомство с ротой, со знакомства со мной, прям, как бы зашел, там, с тумбочки, там, или где он там, короче, кричал уже, Журавлев ко мне, там, все, аж, приглянулись, там, не с взводными, там, не с прапорщиками, там, не с сержантами, а, просто солдат, меня вызывает, я, значит, все подошел, значит, он посмотрел на меня, как удав на кролика, но я понял, что моя служба будет очень, ну, другая уже будет, вот, и на самом деле, меня тут же, на галфахту, по какому-то поводу, уж не помню, даже, за что-то, зацепился, ну, даже к столбу можно придраться, вот, да, здесь, звонок, сейчас, нет, сейчас не могу, звонок принять, извиняюсь, кто-то сейчас звонит, прямо вот на, это, либо вайбер, либо это, у меня еще есть вайбер, здесь есть, и, значит, и что еще там, как называется, ватсап, ватсап есть еще, вот, поэтому, тоже, кстати, используйте, друзья, Левков пишет, Иван, вы тогда Иисуса видели, да, я был в канцере, но не тогда, а попозже, чуть-чуть, потому что, я полгода этих последних служб, я фактически всегда был там, на галфахте, и очень часто был в канцере, вот, то есть, большую часть времени проводил на галфахте, Ольга, моего брата, за крестик, чуть не выгнали из последнего курса, в училище, да, меня же тоже сажали, часто туда на галфахту, просто за крестик, просто на тельный крестик, допустим, утренняя пробежка, там, значит, там, я крестик прячу, допустим, а нет-нет, да, будет заметно, вот, все там, либо взводно, либо что, значит, там, товарищ сказал, снять крестик, я говорю, не могу, там, трое суток ареста, допустим, все, как бы, ну, пошел на галфахту, вот, и чаще всего меня сажали, иногда в общую камеру, но, потом, постоянно уже в карцер, вот, постоянно в карцер, значит, потому что в общей камере они видели, что я общаюсь, а там сидим мы, там у нас мусульман много служило, вот, значит, я им всем рассказываю, там, значит, о Христе, об Иисусе, вот, и им интересно солдатам вообще, вот, им интересно послушать, они сами меня расспрашивают, и мусульмане меня, и узбеки, там, значит, там были у нас даджики, чечены, вот, значит, там, азербайджанцы, там, разные были люди, вот, значит, и они меня расспрашивают, вот, я им рассказываю, вот, про Иисуса Массиха, Иисуса Христа, вот, говорю, что Он мой Господь, Он Спаситель, Царь мой, вот, и рассказываем из Евангелия, притчи Иисуса Христа, любил рассказывать, они очень любили слушать притчи, особенно Иисуса Христа, я потом давал разные там комментарии, толкования, вот, будем так говорить, да, вот, и они сами тоже комментировали порой, очень интересно, вот, и, начальник гаупафты, поэтому меня потом все время изолировал в одиночную камеру, а чаще всего именно в канцер, вот, ну, это как попасть в грузовый лифт, значит, там не было никакого топления, дубак такой, вот, и цементный мешок в полумраке, находишься там сутки, двое, трое, сколько там тебе дали тебе, вот, иногда больше находила, вот, там, пять суток, допустим, там, но это уже сложно уже, в канцере столько времени находиться, очень сложно, вот, значит, и, знаете ли, но последний раз меня посадили в канцер, тоже объявили сутки, или двое, или трое, там, сколько там объявили, не помню уже, вот, время прошло, еще добавили, еще добавили, еще добавили, неделя прошла, вторая, третья, в общей сложности набежало у меня полтора месяца, не выходя, в карцере, вот, те, кто знает, что такое канцер, те, конечно, ужаснутся, тому, что это такое, месяц находиться там, тем более полтора месяца, вот, и тем более, у нас была очень жесткая гауптвахта, очень жесткая, вот, там, ребята у нас были с Кантемировской дивизии, там, которые сидели, там, на гауптвахтах московских, они говорят, что гауптвахта московский, просто курорт, по сравнению с вашей гауптвахтой, здесь, вот, в Саншногорске, жуть, конечно, была, при курсах выстрелов, вот, там, при поступлении, сразу, тебе все отбивали, внутренности, там, печки, печень, почки, все отбивали, там, короче, вот, там, и, и потом, система такая была, просто-напросто, ну, просто человека, ну, уничтожали, будем так говорить, всячески, вот, кто начинал, что-то там, там, не понравился, допустим, человек, вот, делали аквариум, так называемый, еще у нас, вот, били, всячески, били, и прикладом били, значит, там, и ногами, значит, там, и, то есть, ну, и порой до потери пульса, что называется, до потери сознания, вот, страшные вещи, до сих пор, прошло столько лет, тогда я пацаном был совсем еще, что там, вот, до сих пор, сейчас уже 50 лет уже почти, но, знаете, до сих пор больно вспоминать многие вещи, честно говоря, даже свидетельствовать об этих вещах, даже порой до сих пор, даже очень непросто, представляете, какая, ну, была, ну, очень жесткая вещь, вот, и еще делали аквариум, так называемый, были разные системы таких, ну, как бы пыток, что ли, вот, там, вот, делали аквариум, когда наливали 2-3 ведра там холодной воды, вот, туда, на пол, и совок, вот это их, совком черпали хлор, хлор, и бросали хлор туда, вот, ты там находился, и камера закрывалась, а камера фактически герметична, представляете, что такое, травить хлором, это, короче, это сразу у тебя, сопли, слезы, все обжигает, глаза на выкате, все, вот, голова вот такая, короче, и очень быстро теряешь сознание, короче, очень быстро, от этого хлора, и потом тебя вытаскивают, вот, избивают опять, вот, приводят в сознание, а вы смогли их простить? Конечно, конечно, и, 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 и как человек я их простил, и как христианин, а тем более, любовью Иисуса Христа я люблю и их благоставляю, благоставляю, и я сейчас расскажу эту историю, вы поймете, что, Христос, он живет во мне, как верующим человеке, и, по-другому, просто-напросто, не простить, когда Христос живет внутри человеческого сердца, не простить это сердце не может, просто-напросто, человек, в котором живет Христос, единственное, что может не простить человек, в которого Христос приходит, только еще приходит, он как бы, только начал проникать в него, в человека, в его суть, и человек говорит, Иисус Христос, ты мой Господь, ты мой Спаситель, и Господь в него проникает, но еще не проник еще глубоко, только начинает проникать, Такой человек, еще камешек в груди, как говорится, он еще может еще не прощать, но человек, который уже принял Христа внутрь сердца своего, в глубину свою, он не может не прощать, он только может прощать. Это проверено, проверено опытом миллионов и миллионов людей на протяжении всего двухтысячелетнего нашего опыта христианского. И знаете, друзья, интересно, что в карцере тогда, находясь, когда месяц заканчивался, я, ну представьте, целый месяц фактически не есть ничего. Первые трое суток вообще ничего не есть, не пить самое страшное, потом добавили немного, пол кружки такой жижи воды, но я не буду все рассказывать, потому что это очень, многие вещи просто мерзкие, просто очень страшные. Одним словом, обезвоживание, значит, нет воды, просто цемент языком лише, чтобы немного хотя бы влаги было на языке. Вот, значит, не спать месяц, быть в темноте, ну в полумраке таком, лишь раз в сутки видишь свет, электрический коридор, там, значит, заходят к тебе люди, офицер, там, новая рука в караул заступать, когда. Вот, значит, и другие вещи, значит, и на холоде, постоянный холод, там примерно нулевая температура, то есть выжить при этом невозможно. Трое суток, и то это было как ад, скажу так, честно. Вот, пятеро суток в карцере проверзаешь просто до костей, но находиться там месяц, это просто выше всяких сил человеческих. Я скажу, что не спать, не есть, не пить, почти ничего не пить, там по полкружки потом наливали вот этой жижи, значит, которую пьешь, даже эту, которую баки моют, знаете, такая, ну в нормальном условии, нормальный человек с нее страшнит просто, вот, но там даже это пьешь, потому что надо что-то выпить хотя бы, какой-то жидкости, вот. Вот, значит, и быть в этом холоде, понимание такое, что внутри тебя холод уже, просто ты весь этот холод. Выживал лишь, знаете, как выживал я, начинаешь делать приседания, отжимания, немного кровь разыграется, значит, и вот ты опять вроде чуть-чуть теплеешь, но внутри ты все равно холодный. Спасал молитвы. Начинаешь молитву, но опять-таки молиться запрещали, еще сутки добавляли каждый раз, когда сейчас что-то слышали, что я молюсь. Я на протяжении того месяца в карцере освоил такую молитву немую, а потом немой крик, есть молитва немая, а есть немой крик, когда ты беззвучно, ну просто уже вопишь к Богу, значит, и вот я знаю, что это такое. Это было, поэтому там вопрос, даже вот брат задал, значит, простили ли вы их. Для меня даже это немного странный вопрос, потому что, значит, знаете ли, я даже, ну, гонителем, гонителем люблю, любовью Иисуса Христа, во-первых. Вот, значит, люблю искренно, люблю нежно, люблю по-братски, потому что я знаю, что действительно Бог хочет всех людей спасти, и Он за всех отдал свою жизнь вообще. Вот, и я знаю еще одно, очень важную тайну такую знаю, что Бог использует порой даже неверующие гонители наших, нам же во благо. Вот, как, допустим, гонение 96-го года, меня хотели убить мои же братья, православные священнослужители, но благодаря этому я оказался в Украине. Поэтому даже сегодня я даже Богу благодарен тем гонителям моим, православным священникам Московского периархата, которые хотели меня убить, прислали уголовников, которые должны были меня убить. Но уголовники, преступники, у них оказалось больше совести вообще, представляете, значит, и сегодня я Богу благодарен. А тем гонителям, офицерам советским, которые избивали, которые унижали, которые ломали меня там, получается, значит, там, ну что такое дышать этим, еще хлором этим, это страшно. Кто не испытывал подобного, просто не поймет, что это за пытка, когда у тебя вот такая голова, и ты вообще полностью не соображаешь, вообще полностью не соображаешь. Вам тогда Гузер помог, да, Любомир Гузер, я очень его, почитая память этого праведника, и очень благодарен Богу за Любомира Гузера, который в 97-м году меня принял по-отцовски, именно по-отцовски, принял по-доброму. Он во многом, именно он, через него Бог открыл мне Украину, слава Богу. Святой был человек на самом деле, Божий человек. Вот, и, а тем гонителям, офицерам, которые ломали меня, унижали, значит, по сути убивали, молодого пацана убивали, но Бог сохранил мою жизнь тогда в карцере. Кто вас с ним познакомил? С Любомиром Гузером меня познакомил Сергий Ужгаев, апостольский везитатор в Ватиканской в Минске, в Белоруссии, которого я достил тогда, в 97-м году. Вот, и, конечно же, там другие братья. Вот, и, знаете, признателен, ну, благодарен Богу за вот те гонители, знаете почему? Потому что благодаря этим гонениям я освоил молитвенную школу. Это самая была лучшая молитвенная школа в моей жизни. Не считая, конечно, самой первой моей молитвенной школы, еще тогда, в 13 лет, неполно в 13 лет, когда сам Бог учил меня молиться. Что такое молитва? Как именно обращаться к нему? Как именно? Это самая первая моя была школа в 13 лет. Ну, а вторая моя молитвенная школа, это была советская армия, советская школа, именно карцер. Это была одиночка, это в полумраке ты находишься. Интересны были учителя, да, на самом деле, я Бога очень благодарю за всех. И за даже врагов, особенно даже благодарю. Потому что любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И там, находясь в карцере, я видел видение. Хотя, по первости, я подумал, что, наверное, сошел с ума. Слишком все было, вот... Ну, я первый раз видел видение в своей жизни вообще тогда. Первый раз. Я вообще, ну, два раза, если точнее, я два раза в своей жизни видел видение. Это был первый раз мой. Второй раз уже видел видение уже здесь, уже в Киеве. В 2000 году. Совсем в других обстоятельствах. Вот, а то было видение в экстремальных обстоятельствах. Ну, по сути, в моей уже почти смерти. Я был уже на грани. Вот, я был обессилен совершенно. Вот, значит, и, ну, по сути, умирал уже. Вот, харкал кровью уже, значит, потому что отбиты были все полностью. Внутренности. Вот, отбивали полностью печень, почки. Вот, били в грудь, по спине, прикладами били. Всякое-всякое было. Знаете, но, значит, ноги отнимались. Вот, я просто сидел на цементе на этом, значит, и вопил к Богу, но немым криком. Немым. Потому что физически я не мог молиться, потому что морально давили и могли еще бить. И плюс еще добавляли еще сутки. Вот, значит, к этому неоговоренному никак сроку. Я не знал. Но мне говорили, что живым я оттуда не вернусь. Когда наша рота в караул заступила, то писарь нашей роты, он передал слова ротного, что живым я оттуда не вернусь. А потом передал еще, значит, еще раз, но наша рота заступала в караул опять, через некоторое время. Вот, значит. И передал такие слова. Лично я ротного не видел больше. Нет, это были его слова, которые он передавал. Он передал, что если в дисбат меня отправят, а меня должны были на полтора года, он говорил, в дисбат отправить. То же вы, с дисбат я точно не вернусь. Ольга пишет, Бог дал вам свою благодать выжить в тех условиях. Да, это чудо на самом деле. Потому что по-человечески моего здоровья уже все, уже не было уже. Мои ресурсы были исчерпаны к тому времени. Я это понимал. Понимал на уровне даже, наверное, больше подсознания. Знаете, когда уже ты понимаешь, то все. Бороться никак уже за жизнь ты не можешь уже. Ты не можешь даже уже вставать. Ты уже обессилен, ты уже полностью выжатый. Как лимон выжатый. Твоих сил уже нет. Я просто вопил к Богу немым таким криком. И знаете, я видел видение. Я помню тот момент. Я встал. И я видел это видение, которое было настолько удивительно. Представьте, я целый месяц не видел яркого света. Только лишь раз в сутки видел в коридоре электрический свет. Вот. Значит, и заходили ко мне люди. Да, вот. Ну, офицер заходил, солдатам. Я должен был докладывать, почему я здесь нахожусь. Хотя я сам уже не понимал, честно говоря, почему я здесь нахожусь. Вот. Значит, и знаете, значит, и вот интересно. А здесь стена передо мной, она как будто бы исчезла. Дай Бог каждому таких побед и еще больших, и всем таких божественных переживаний. Кифа Эсти пишет. Кифа. Слава Богу. Аллилуйя. Я об этом свидетельствую Кифу сейчас. Вот. И не могу остановиться. Просто я планировал другое совсем говорить сегодня. Вот. О притчах Иисуса Христа себе повыписывал. Притча Иисуса Христа. Готовлюсь к занятию к физиологии. Вот. И порассказываю сейчас об этом свидетельстве. Послушай, Кифа, еще раз. Спасибо, Господь. Стена передо мной, она просто исчезла. И поэтому первый мысль... И вижу много света, яркого света. Первая мысль была, наверное, вот все. Наверное, сошел с ума. Вот так, наверное, люди исходят с ума. Но эта мысль, она тут же ушла плохая. Знаете почему? Потому что так хорошо стало, что, вот как говорят, не в сказке сказать, не первому писать просто. Вообще это не сказано. Так хорошо стало. Тепло стало. Я согрелся в этом свете. Этот свет, он... Я художник вообще по своей специальности, доцерковной. Значит, и... Значит, заканчивал школу художественную, потом училище художественное. Вот. И я знаю, я очень любил всегда игру света и тени. Любил, даже если рисунком занимался, в графике, то жив... Ну, больше живописью занимался. Именно игру света и тени. Допустим, облака особенно очень любил. Вот именно вот эта игра света и тени. Кучевые эти облака. Потрясающие вещи. Вот, значит, и... Представляете, значит... А здесь этот свет, он не оставлял ни полтонов, ни теней. Я вот просто удивился этому настолько. Я такого света никогда в жизни не видел. Он был, во-первых, очень сильно ярок. Я не понял это. Я потом только понял. За идею человек не может соглашаться на такие страдания. Только живая вера делает такие чудеса. Да, я понимал, что здесь не я его раздражаю, этого офицера. Христос, который во мне, он раздражает его. Вот, знаете ли, раздражителем всегда является Христос, по сути, да. И знаете, друзья... О, спасибо тебе, Господь. Спасибо, 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 спасибо. Спасибо, спасибо. Спасибо, дорогой. Спасибо, драгоценный. Спасибо, любимый. Спасибо. 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 Спасибо, 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 спасибо. Спасибо, спасибо, Господь, спасибо. Иисус, спасибо. Тогда пацаном там в армии, да, я пережил это чудо. Я видел Иисуса. Я видел яркий свет вначале. Этот свет прошел вокруг, сквозь меня. Этот свет меня согрел. Этот свет меня накормил, как бы напоил. Я не знаю, как это передать даже. Утешил как-то. Я не знаю, он свет какой-то, реально сверхъестественный. И свет особенный. Он очень яркий, очень яркий. Больше, чем лампочка какая-то горит, или солнце даже. Вот смотришь, когда солнце, щуришься ведь, да? А здесь я смотрел, я не щурился. И самое интересное, этот свет, тем более находясь месяц в полумраке, представляете, значит, этот свет, он особенный вообще. Непередаваемый. Это иное измерение, проще говоря. Иное измерение. Ваше свидетельство, Божие славы, можно служить. Спасибо, сестра. Спасибо, Оля. И знаете, вот это реально иное измерение. Вот не видел того глаз, не слышал это ухо, не приходило то на сердце человека, что Бог приготовил любящего его. А нам это открывает Бог Духом Святым. И вот это реально, вот это Дух Святой. реально, это свет особенный. Был свет истинный, и он и есть этот свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в этот мир. Всякого человека. По крайней мере, в начале пути. Это точно. Спасибо тебе, Господь. Спасибо, спасибо, спасибо. Во свете. Вот это местописание, которое я вот вначале прочитал. Где оно у меня? Не убрал я его? Нет. 43 стих 13 главы Матфея. То, что на служение кипа. Помнишь, да, то, что на служение читал я? Матфея 13, 43. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит. Кто имеет глаза, видит, да видит. Кто имеет ум, да поймет, разумеет. Кто имеет сердце, да действительно прочувствует это все. А кто не имеет ни того, ни другого, ни третьего, ни пятого, ни десятого, Божий милостивый, дай Господь этой милости и благодати Своей. Аминь. Кто имеет уши, да. Да. Спасибо, Боже. Я видел Иисуса, да. Это в этом видении я видел Иисуса. В этом свете, хотя ярче еще света, я не мог себе представить, вообще не мог даже ну, представить, что еще ярче что-то бывает вообще. Но бывает, оказывается, представляете. в нашем физическом мире такое нельзя представить. Но реально в этом свете был еще свет. И он еще ярче. Как вот этот свет светлый. Так вот, тот свет для этого света то же самое, что для вот нас свет. Ну, как-то трудно передать это. В этом реальном мире, вот в котором мы сейчас живем, да, вот та Божья более реальная реальность, она более реальна, чем вот эта реальность. И вот как вот допустим свет и тьма, да, а вот тот свет он для этого света как свет и тьма. То есть это еще другой свет. И этот свет это сам Иисус. Опять-таки находясь в той реальности, в этом измерении, в божественном измерении находясь, там совершенно другие понятия. Другая категория, другие категории. Там все другое, реально. Описать невозможно. но я вот как вот пытаюсь это всегда для себя описать, во-первых, потом для людей. Вот. Я просто не могу. Это удивительная история. И этот свет, он там все понимаешь. Знаете, как вот преображение было, да, вот преображение. Петр, Яков, Иоанн, они уснули и проснулись и увидят Иисус, просиявший такой, просиявший Иисус. Я знаю, о чем Писание говорит. Я видел это. Я тоже свидетельствую об этом. Я был там, я видел это. Вот, но самое интересное, вот те трое учеников первых, вот наши братья, вот они только проснулись и видят еще с Иисусом еще двое. Но самое интересное, они, находясь в этом божественном свете, да, они все понимают. Они не гадали, а кто же это может быть, интересно. Не было же ни фотографий Моисея, ни картин, значит, Ильи, допустим, да, но в том, находясь в том свете, ты сразу все понимаешь. И вот, когда я был полностью просвещен этим светом, я все понимал. Я все понимал, не нужно нам объяснять ничего, там все понятно. Одним словом, это слово понимание в этом свете все. Вот, и ученики, те на фаворе, да, значит, на горе преображения, те ученики трое, они сразу, все трое, три свидетеля, да, и они не стали там говорить, Петр говорит, это, допустим, может быть, это, допустим, такой-то пророк, а другой говорит, нет, это, наверное, другой, это, наверное, третий, пятый, десятый, нет, может, это Адам сам, нет, но они сразу знали, кто это. Да, Моисей и Илья. И Петр даже сказал, что вот, давай кущи сделаем сейчас, одну тебе, другую Моисею, другой Ильи. И ученики другие не спорили с ним, они знали, это то же самое. То есть, находясь даже, миллион людей сейчас, допустим, если попадет в этот свет божественный, весь миллион людей, даже миллиарды, вся планета сейчас, если этим светом сейчас осяена, будет, то миллиарды людей будут понимать одно и то же, одни и те же мысли. Они все будут понимать одно, они будут все знать, абсолютно все. Вот такое свойство этого божественного света, этого божественного измерения. Этот мир Божий реальный, Он более реальный, чем этот реальный мир Этот мир тоже реальный, он благословенный И в нем много хорошего Ну, всякое Но там оригинал, там оригинально 20 лет назад Будучи новообращенно слышали Да, вы видели одежду его Я не помню его одежд Там был свет Вот это я помню Его одежда, я не обращал внимания Ну, мне казалось, вроде похоже на рясу, не рясу Ну, что-то такое Но светлое, все в этом свете, да Это все из света было А лицо его Руки видел чуть Вот и лицо запомнилось Глаза особенно и улыбка Я видел разные картины Видел разные иконы К тому времени, ну, как бы знал Немного религиозную живопись, значит, там, да Изучал, ну, ИЗО, по крайней мере, да И в школе художественной, и в училище художественном изучал Значит, издавал ИЗО даже Вот, на отлично, на 5, значит, там, как бы То есть, как понимаете ли Значит, религиозную живопись я знал Но такого довольного Вот говорят, как паровоз Такого счастливого Такого радостного Такого улыбчивого Довольного всем Иисуса я не видел никогда на картинах Вообще ни на одной Сейчас я видел уже больше Сейчас я видел уже достаточно много улыбающихся Иисусов изображений Даже сюда, вот, на эту трансляцию На Ютубе Для трансляции И картинкой Как раз Одну из таких вот Из интернета нашел В интернете Была публикация на Фейсбуке У кого-то там, значит, там В какой-то группе, значит И там как раз, значит Скопировал себе я Сохранил себе эту картинку Понравился Там, по-моему, Иисус С апостолом, по-моему, Вархоломеем Ну, с кем-то из апостолов Они оба улыбаются Оба такие счастливые Довольные такие, да Мне очень понравилось Но все равно, конечно Ну Не то Я даже пытался изобразить Когда-то все время Не получалось ничего вообще Вот когда работаешь Кажется, вот схватил этот эпизод Вот оно Но как только прекращаешь работать Остываешь чуть Понимаешь, нет Это не то совсем Это как слепок с мертвого лица Не то Поэтому любая религиозная живопись Я это как художник даже говорю При всем уважении Здесь тоже на панаге Это тоже изображение Но это как слепок с мертвого лица Знаете, это Ну, это не то совсем Это 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 Не то совсем Абсолютно Как небо и земля Как небо и земля Да, спасибо Господь Вот и он шел И подходил И я внутри весь плавился Ладно, уже я И так много уже рассказывал Все это И уже Не знаю Ну, хотя бы не хочется Дорассказать Знаете, действительно Потому что К чему я это начал Говорить-то все-таки Надо резюмировать Подвести все Да Значит, и знаете Он подходил все ближе и ближе Если бы еще секундочка Я бы не остался бы в теле Сто процентов Я просто бы Прыгнул бы к нему Даже не вышел бы А прыгнул бы просто В его объятия Но в самый последний момент Когда я уже был готов Прыгнуть уже К нему Прямо из тела Прыжком один Я знаю, что только выходить Из тела Когда в 12,5 лет я умирал Меня выдавливало из тела Но там ты постепенно Выдавливаешься Против твоей воли А здесь по своей же воле Ты просто готов прыгнуть К нему в объятия Вообще И вот, видимо Чтобы я и не сделал этот шаг В самую последнюю секунду Вдруг я не вижу его А перед тем Слово, не слово, не знаю Как-то что-то такое прозвучало По-русски это примерно Вот там другой язык совсем Иной Там Что не слово То сразу как бы Вместо одного слова Десятки слов Ты понимаешь вообще Вот Небесные какие-то языки Не знаю Я не умею это передавать даже Просто не могу Вот, значит Но примерно так по-русски Я так понял, уразумел То слово, которое позвучало Перед тем, как все это закрылось Что достаточно Довольный, как бы, хватит Как бы вот Или как бы Или пока на сегодня хватило Вот в этот момент Значит, знаете ли Я не вижу ничего Снова стена передо мной Снова полумрак Этот канцер холодный Но я не остывал И перед глазами Зайчики не бегали никакие Я Внутри все так же колокотал Я не просто Разогрелся Внутри Как будто бы кипятился Знаете, у меня такое было чувство потом Как будто бы Ощущение Как будто бы Все мои кишки Сердце Все Все мои внутренности Печень, почки Все-все-все-все Как будто поместили На паровую баню Как будто кипятили На пару Вот такой Это жар Такой невероятный жар Я понимаю Почему был жар еще Потому что я был исцелен Я уже не хоркал Кровью Печень, почки Все отбитое Все было исцелено Но это я потом понял Я не сразу сообразил Когда уже вышел Уже увольнялся Я это понял Потому что ничего не болело Абсолютно Ноги шевелились Нормально Не отнимались Больше То есть Было исцеление тогда Но самое интересное Я не остывал Еще две недели Я Внешне было то же самое Две недели Еще продолжалась Эта экзекуция Это издевательство Продолжалась еще Но самое интересное Я не остывал Внешне Все было так же холодно Вокруг Вот Но я был теплым Когда из карцера Я выходил Я был теплым Не холодным И мне не надо было Делать приседания Отжимания Чтобы кровь разыгралась Она Не то что Разыгралась Она играла Постоянно Она была горячая Она была во мне Горячей Я был теплым Весь Согревался изнутри Ну как Не знаю Как микроволновка Может там Изнутри Согревался Весь Вот Вот И я не хотел Пить Есть Абсолютно Потому что Вот этот свет У меня напоил Накормил И я был доволен Как будто Я не хотел спать Как будто Я выспался хорошо Я был счастлив 24 часа в сутки 7 дней в неделю Да Две недели подряд Это продолжалось Такое чудо Вот И Выйдя оттуда Ну как бы Я по сути Не увольнялся Освобождался из армии Вот В расположение роты Пришел Все Потом в штаб полка Документы И Только успел Только помыться В столовую Пришел Кстати Месяц Полтора месяца Не есть Фактически Ничего А здесь Значит Знаете ли А здесь Я пришел в столовую Хорошо поел Там Того 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 И ничего Никакого Не заворота Ничего То есть Все вообще Как будто бы Я всегда ел Нормально Документы получил От начальника штаба Последнего Видел офицера У нас В полку Получается И на КПП И все И только меня обидели Да Есть Да Слава Богу Вячеслав Еще продолжаю Трансляцию Но Да Спасибо Да Слава Богу Да Спасибо Брату Что перезвонил Трансляция затянулась Извиняюсь Так вот Получается Уже Но К чему я говорю Что в 91 году В конце 91 года Когда я был священником Уже В Рязани рук положено Это тоже Это отдельное свидетельство Как Бог Все усмотрел Вообще Сверх естественно И Рукополагали меня В Рязани Архиепископ Симон Рязанский Касимовский В Борисоглебском соборе И там же меня оставил Служил я В Борисоглебском соборе Ездил в Рязань И вот Случайно Его величество Случай Как Чарльз Пержин Говорил Его величество Случай Это псевдоним Его величество Господа Бога Так и есть Сто процентов И В разговоре С тем бывшим Прапорщиком Тогда уже Диаконом Православной церкви В Москве В Московской области Я узнаю Такую информацию Он мне говорит А ты Не знаешь Что было с тем Офицером Который тебя Так вот Убивал По сути Я говорю Я не знаю То есть Я больше Полку не показывался Оно мне надо Как бы Я На КПП И все Только меня обидели Я как бы даже Ну хотя Я подумал Почему-то странно Что-то Никого офицеров Нету в полку Ну в расположении Там и роты И батальона Значит И на территории полка Что-то офицеров Не видел Кроме вот Начальника штаба Как-то странно Чудно Потому что там Ну всегда у нас Офицеров больше Чем рядовых В расположении Ну вот По территории полка В частности Вот Только успеваешь Только честь отдавать Только успеваешь Только ходишь Вот А здесь Никого офицеров нету Ну как мне это Ну вопрос у меня возник Но я даже Знаете вот Не думал об этом Оно мне надо Хоть они Даже все Куда-то уехали Мало ли Ну короче Я не знаю А оказывается Мне прапорщик этот Рассказал Такую историю страшную Что произошло Тогда в полку Представляете Оказывается Тот самый офицер Который хотел меня убить Уничтожить И дебиль ногами Вперед сделать Он кстати Поклялся даже Это сделать На построении роты Нашей Еще до того Как меня посадили Перед тем Как меня посадили Как раз Последний раз На галпах На такой длительный срок Получилось Так вышло Накопилось Сутки Двое Трое Полтора месяца И он поклялся Что ногами вперед Дебиль у тебя И представляете Интересная вещь Оказывается Этот офицер Погиб Притом Погиб Так Глупо Погиб Он вообще Занимался Плаванием И Всякие У него Награды Всякие И прочее Утонул И притом Утонул На пионерском Пляже Вообще Там утонул Надо умудриться Вообще Нашли где Его тело Там Это невероятно Там значит Ну Песчаный пляж Где Ну Никаких там Завихрений водоворотов Там Чего-то еще С другой стороны Сенежа Там да Там Можно утонуть Значит Как бы Да Вполне Но с этой стороны Где там Полк Там Ну говорят Пионерский пляж Там идешь По пояс По колено По пояс Там все там Потом по грудь Ну как бы То есть Для пловца Утонуть там Надо умудриться Поэтому даже слухи Ходили Говорили Что Помогли утонуть Ну я не знаю Один только Бог Теперь знает Что там Случилось Но я знаю Одно Что когда я слышал Это из уст Того офицера Извиняюсь Того прапорщика Об этом офицере В 91 году Будучи священником У меня Знаете Шерсть дымом Как вот говорят Поднималась Просто-напросто Я Был в таком Присутствии Бога И откровение Которое хочу Поделиться Я четко осознал Как важно Молиться За наших гонителей Потому что я Прощал его Благоставлял В целом Да Но Вот такой целенаправленно Молитвы В момент догонения Я это понял Уяснил Когда нас гонят Непосредственно За непосредственно Гонителей Важно их очень Покрывать молитвой Благоставлять их Очень важно Активизировать Молитву за гонителей В этот момент Да помилуй ты Господь Аминь Да, друзья Сейчас